Учитель. У каждого своя ассоциация с этим словом. Профессия, дело, призвание. Так сами преподаватели говорят о своем труде. Педагог в переводе с древнегреческого означает «ведущий ребенка». И пусть название «древнее» суть мало изменилась. И они продолжают вести к просвещению, образовывать, уводить из тьмы невежеством, служить своей профессии честно, искренне, с душой. У каждого свое понятие. Для меня понятие «учитель» — это типичное, школьное, такое идеальное понятие, как образец для ребенка, которому ребенок захочет подражать. Обязательно успешный человек в жизни, целеустремленный, цельный. И человек, который понимает, что от него зависит будущее, но на самом деле от него зависит. Поздравляли учителей с профессиональным праздником на сцене Центрального дворца культуры. В этот день все было только для них. Вы делаете самое главное для нашей страны — воспитываете будущее, будущее нашей Родины. Я вам благодарна, не просто как председатель Совета Депутатов, а как мама, за то, что вы уделяете время нашим детям, за то, что вы им дарите частицу себя, за то, что вы с ними, когда нет нас рядом, за то, что вы их воспитываете и все свои знания, все свои умения дарите нашим детям. Слова поздравления от Сергея Горелова, исполняющего полномочия главы, передала заместитель Наталья Тамбова. Работа педагога — это не тот труд, который можно выполнять механически, не вкладывая в свою душу. Это великий дар. Ведь вместе со знаниями вы передаете подрастающему поколению частичку своего детства. Воспитываете в наших ребятах самые лучшие качества. Педагоги — люди творческие, оригинальные сценарии, яркие номера. Тема учитель — это герой, обладающий сверхспособностями. Именно таких разыскивают спецагенты в школах городского округа. И, конечно, находят. Это если по сюжету праздничного вечера. Но и в реальности ряды преподавательской гвардии пополняются новыми сверхспособными кадрами. Их выявляет конкурс, созданный, чтобы поддержать молодых и талантливых. Педагогический дебют. Дебютанты в этот день вышли на сцену, чтобы получить награды за участие. И, конечно, узнать имя победителя. Им стала Екатерина Орлова, учитель изобразительного искусства средней школы номер 16. Я учитель изобразительного искусства. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Я очень люблю рисовать. И мне хочется научить этому и других людей. Показать, что рисовать умеют все дети. Победа, конечно, далась нелегко. Была очень напряженная неделя. Подготовка к различным конкурсам. Больше всего из всех конкурсных мероприятий мне понравилось проводить открытый урок. Потому что была огромная самоотдача от детей, от учеников. Ну, а сложно было придумывать какие-то интересные идеи, наверное. Героям дня вручали грамоты и награды от властей Московской области и городского круга Щелково. В их адрес звучали пожелания, успехов на столь непростом пути им силы и, конечно, любви к делу просвещения. В этот замечательный день, в осенний, светлый, теплый, мне хочется всех поздравить, дорогих коллег, с наступающим Днем Учителя. Пожелать всем здоровья, благополучия и, конечно же, хороших учеников и больших творческих побед. Учитель – это не профессия, это образ жизни. И мы просто не можем жить без своих детей, без того, чтобы каждый день их не видеть, не заниматься с ними. Даже когда уходишь домой, ты же идешь не один. С тобой все их надежды, мечты, ошибки. Не забыли сказать несколько теплых слов и те, кому труд преподавателей жизненно необходим – ученики. Дорогие учителя, я вас поздравляю и очень люблю.